Мы шли, идем по Невскому, и у него зума рекордер, только с ручкой снизу прикручивать. И вот он на людей идет, людей спрашивает, крожу подносит, дать Невский, на записи только люди. Слышно на фоне, чуть-чуть что-то шелестят машины. Клево. Ну, короче, если кто не понял, то это все еще link me up на конференции RIT 2019. У нас болят рты, мы два дня работали ртами, ротами, вот, и это завершающий-последний крайний, я уже не знаю, надеюсь на сегодня, запись на этой конференции. Крайняя запись. Крайняя запись, да. Конференция подходит к концу, и мы вот тут решили посидеть, отдохнуть, выдохнуть, и еще немножко поговорить. Я смотрю, такие тут уровни, ты что-то выкрутил, вообще такой там по нулям, вот, сейчас вот прыгнуло. Мне кажется, там у кого-то, ты не помни, лошадь, или что-то, свинился, перебонки там. Подожди, компрессором подожмем еще. Вот, как конференция, ну, ты так понятно, ты со стендов не вылезал. Ну, вот, как тебе со стендов не вылезать? Сложно, понимаешь, это работа, за которую платят деньги, и ему тоже приходится работать. Да, а у нас работа, за которую не платят деньги, и мы здесь бегаем, и мы с кем-то общаемся. Ну, ты всяко не в офисе сидишь, правильно? Блин, я говорю, ну ладно, об этом мы потом поговорим, насчет того, чем я пожертвовал ради того, чтобы поработать ртом. Нет, на самом деле у нас там на стенде, ну как это, уже давно идут обсуждения, и вот если вот мы возьмем и сравним два таких вот топовых, скажем так, топовых организаторов ивентов, да, это Джук, всем известный, и Онтика Олега Бунина, вот, которая делает рит, тоже всем известная. И вот всех традиционно пытаются как-то сравнить, и вот мне вот интересно, вот, Леша, ты точно был на Хайлойде? На Хайлойде был и Онтика. А, это что же у Онтика, господи, все, на Джуговских не было. На Джуговских не было, ладно, тогда не сравним. Вот. Нет, это самое, мне кажется, Онтик, он более простой, ну, то есть Джук, они, по-моему, себя позиционируют прям хардкор-хардкор. Ну, они направленные вещи делают, да. Ну, да, здесь все-таки такое сообщество, более широкие массы, широкие круги. Да, если ты не понимаешь ничего в докладах, ты можешь пойти на HR сходить. Ха-ха-ха. В лицах HR. Или там на менеджерские тоже нормальные, да. Ну, там вот у Деврео очень интересная была серия докладов, я считаю. Ну, там вот все вот это, типа, как заставить разработчика писать, как заставить их выступать. Очень интересная тема. Кстати, Вейлрайдер Деврео, вот, которые были вот в Москве и Калининграде, я буквально там на парочке был, ну, там вот вообще огонь-огонь. Собственно, вот Аня Фомина, у нее доклад был про то, как хантить. Вот, как мы ее записывали сегодня. Был чувак из Booking, который там рассказывал про то, как оценивать сотрудников. И я так понимаю, там у народа тоже подгорало, подгорало. То есть там прям темы вот вообще живые. И причем зашло еще то, что РИС собрал сколько, 7 конференций. И у тебя, получается, вот IT-шники, которые пришли про БГЭТ послушать. Их тут можно еще, как бы, зайти здесь еще вот про… Про что-то еще послушать. Да, и чар послушать или там про этот самый, про оценку там и так далее. Вот. И это клево в плане, знаешь, такого перекрестного опыления. Не, ну я тут хожу, там на девок заходишь, вот, понятно, понятно, пойду и чар послушаю, нормально. Или там пойду что-нибудь про бизнес послушаю, в принципе, прикольно, интересно, забавно. Вот. Правда, их потом особо не хочется привлекать, но это уже другой вопрос. Ну, кстати, вот по поводу того, что все конференции для нетворкинга, мне кажется, здесь условия созданы очень хорошие. Но, во-первых, возможно, это именно из-за того, что это проходит Сколково, да, потому что здесь очень много места и очень много вот таких тихих углов, куда что-то можно забиться. Ну да, и причем никто эти углы не контролирует, это большой бонус. Ты прибегаешь там куда-то, я тут на второй этаж нарох водил, там уже толпами просто как это. Хожу-хожу, что-то все, так, пошли вон туда, вот. И у меня там уже насиженное место было с кондиционером. Ну да, да, но вот просто если даже взять, например, такую банальную вещь, как Бухич, между днями конференции, да, то есть вот что мне реально понравилось, то, что здесь наливают, кормят, как бы это все окей, все без вопросов, но сделала очень клевая такая вещь, они не дают расползаться всем бухающим вот вообще на всю территорию. Ну да, они не контролируют. Да, вот вам уголок, вот кто хочет выпить, пожалуйста, но здесь. Кто хочет там посидеть более спокойно, то, пожалуйста, ходите там. Кто хочет на столочке, делайте вот это вот. То есть в этом смысле мне очень нравится, очень такие условия созданы клевое. А еще, опять же, это, наверное, эффект Сколково, потому что, вот, допустим, в Питере там гостиница, ну, она, конечно, на краю города, но она все-таки в городе, и народ, ну, некоторые расползся. А здесь Сколково, поэтому многие выбрали именно, что приехать специально сюда, проживание здесь же, и что вот все до последнего сидели вот прямо здесь. Вот, тоже никуда они не расползались. В этом плане тоже очень, очень такие клевые. Ну, в Салюте еще живет много людей, то есть транспорт организованный, но, если сравнивать, вот я недавно был на Gizenbuggy.next, то есть там вот в чатике конференции смотришь, и там как бы начинается пати какая-то, да, и вот буквально через полчаса все чатики там, а мы поехали в этот кабак, а мы поехали в тот кабак, да, здесь так не получается, здесь, ну, деревня, здесь еще до города доехать надо. Ну, да, я как москвич здесь первый раз, когда приехал, такой, ууу, Сколково прикольно, здесь никого нет, забавно, здесь можно такой, как это, маленький террариум для тех, кто здесь это будет возиться, там, резервация, там, всех загнали, загнали, они там поварились, по городу не расползались. А, кстати, это самое, в Питере же такая же тема была, там же тоже в чате к вечерам было, что вот мы в этот кабак поехали, мы в этот, мы в этот, то есть там, ну, опять же, там было, как оно в городе было, поэтому там народ расползся, а здесь, да, здесь никуда не денешься. Ты, да, этот самый, ты в прошлый год так был на Хайлорде? Нет. Все Хайлорды мимо меня прошли до сих пор, я не был ни на одном Хайлорде. Ну, значит, я не Хайлорде был. Нет, реально, я не был ни на одном Хайлорде еще, все, ты будешь, да. Со мной теперь можешь не здороваться даже. А ты на Питерском разве не был? Не был я, еще раз говорю, хватит меня унижать. Почему мне казалось, что был? Нет, там Антошка был. А, ну ладно. Вот, ну, в целом, такой уровень, ну, реально, клевый уровень конференции. Вот я, собственно, в ноябре был первый раз на Хайлорде вообще. Вот, и это вот прям, знаешь, вот, чувствуется уровень. То есть, ну, опять же, сравнивать мне было на тот момент не с чем, там, не знаю, ну, не с мумами же сравнивать. Прости, господи, сравнивай. Ну, кстати, вот, если сравнивать, это, ну, кто был на питерских ITGM-ах, это вот все то же самое, но когда у тебя есть деньги, можно сделать дорого-богато. Да, да, и когда у тебя, ну, соответственно, есть деньги, есть команда. Да, да, да. Которая вот у меня есть. Мы заработаем проходки на следующую конференцию. Когда отправим. Хэштегов наставим. Много хэштегов. Всех какие-нибудь есть хэштеги. Их опубликуем в Телеграме, в Фейтбуке, в Фосквэре, еще где-нибудь, еще чего вспомним. Ну, да, да. И в конце. Обязательно. Везде опубликуем. И обязательно все ссылки пришли. Да. Вот. Не, ну, ладно. Но, возвращаясь к теме, в общем, я хочу сказать, что Рид, он не академический. Несмотря на то, что он звучит так пафосно. Российский интернет, технологии, ТРП, ретролевали. Нет, здесь все очень расслаблено, очень все хорошо. Все няшки. Ну, да. Нет, вот, кстати, я когда ехал, у меня было такое, знаешь, небольшое опасение, то, что 7 конференций, и в итоге, ну, то есть, вроде бы, как бы, ну, нафига мне там ричардовый бизнес, да, что, ну, скучно будет, что у тебя твой поток онлайн. А все остальное, типа, будет неинтересно. Оказалось, ни фига. Вот. Оказалось реально, что вот это вот самое перекрестное пыление работает. Это вот, действительно, у тебя мозги скипели на, там, не знаю. На мозгрессе каком-нибудь. Да, на самом деле. Пошел там, Вичаров послушал, там еще кто-нибудь послушал. Вот бизнес-коучитель там. Мы не обижаем Вичаров. Вот. Просто это перестройка мозга. Да? Да. Мне это полезно. Нет, смена рода деятельности. Вообще замечательно. Пошел там, это, чайку попил. Да, было кого-нибудь, там, поговорил, интервью записал. Угу. А как вам, кстати, вот выставка и стенды? Потому что мне кажется, что здесь их довольно-таки мало, и они не настолько, скажем так, шикарные, как на других конференциях, где там иногда чуть ли не Диснейленд пытаются построить на десяти квадратных метрах каждая компания. Здесь они вот так. По одному шаблону сделаны все. Их было раза в два меньше, чем на Большом Хайлоуде. Вот. Ну, то есть, в ноябре там, да, стендов было раз в два наибра больше, потому что это было с другой стороны конференц-зал и еще вот в сторону Африки. Туда там еще тоже стенды были. Вот. Ну, в целом… Потому что «Riverit» сколько лет проводится? Ух. То есть, ты вопросы задаешь прямо… Много? Ну да. Это сам. Они, собственно, с Хайлоудом – это первые… Первые такие глобальные конференции. Мне кажется, вот такое название могли придумать только очень давно, потому что «Газийские интернет-технологии», вот это сразу «Дядички в пиджаках». сидят и обсуждают. Вы знаете, я узнал есть такая вещь «Интернет». То есть, вот сразу вот такое что-то представляется. Ну, я уже говорил, что у меня вот к этому названию будет такое превзятое отношение, когда первый раз, ну, давно еще. То есть, смотрел вообще, а что это такое? Я вот реально думал, что это какие-то такие вот высоколубые разговоры ученых-мужей, там, сидящих где-то в правительстве. А по факту наоборот. Ну, если только на гироскутерах не катаются и вейпы отнимают на входе. На Хайлоуде будут, да? Наверное. Не знаю. Ну, не знаю. Надо, мне кажется, у Алексея спросить. Там как с гироскутерами и вейпами? Ну, пока еще нет. Нет? Может быть, не докатилось? А может быть, они дома их всех оставили? Нет. Потому что здесь ощущение причастности было такое некое. У гироскутеров и вейп. Так это прекрасно. Нет, это прекрасно. Нет, ну, с другой стороны, опять же, стенды были клевые. Опять же, этот авитовский кит, которого они таскают уже на черную какую-то по счету конференцию. Это вот этот конкурс, где кубики надо ставить? Да, да, да. Там, блин, не дали подойти кубики положить. Нет, ну, можно тогда слушателям рассказать, что авито какой конкурс. То есть, у них вот докеровский кит, но такой хитрый, с немножко выпуклой спиной, и он плавает в бассейне, и там вот игра, надо на этого кита докеровского ставить контейнеры, и надо их там штук. А, от двадцати начинают давать подарочки. Это вроде звучит, а, фигня какая! Ну, на деле... А там еще нюанс. Ты можешь делать это только одной рукой, естественно, не придерживая кита и... Не поправляя поставлено. Да, не поправляя поставлено. То есть, там вот... Нет, отлично. Ну, если уж про то пошло, у Сбербанка, я считаю, тоже отлично. То есть, они притащили... Как эта штука-то по уму называется? Нерв. Нервган. Нервган, причем такой вот... Пулемет. Как вот в наших любимых боевиках из детства с Ренбо, где вот можно от бедра двумя руками... Я считаю, очень такая... И плойку. Да-да-да, и плойку. Мы вот вчера, кстати, вечером под пиво в Мортал Комбат, по принципу, я быстро умею жать все кнопки, это было вообще волшебно. Да-да-да. Но они его утащили быстро, это МФИ. Но, с другой стороны, тоже спать хотели, наверное. Ну, да, опять же, как бы им же тоже на этой самой доночке на стадии куковать. Да-да-да. Тоже хотят пиво, в конце концов. И это тоже, да. Ну, и там традиционные ребята, там тот же Selectel, Акметер и так далее, Флант, они, собственно, по-моему, везде и всюду. Вот, и... Нет, так получилось, в принципе, даже довольно душевно. Хайлоуд он большой, вот, ноябрьский хайлоуд там сколько? тысячи три, наверное, человек. Ну, короче, там какое-то было немереное количество народу. И, знаешь, вот, было впечатление Улья, вот, такой, вот, весь Сколково, то есть, там, было задействовано гораздо больше по этих самых залов, и весь Сколково просто, знаешь, такой, гудел весь, такой, народу куча, там, людей, все, что-то куда-то ходят, вот. И... А здесь, как-то, вот, докладов поменьше, народу поменьше, и... А сколько тут организаторы обещали людей? Не говорили? Не помню. Вот надо будет узнать. Ну, я так... Мне кажется, тысяча-полторы... Да, что-то около того, да. Ну, вот. Ну, я опять же говорю, из-за того, что людей мало получилось, вот, возможность, не знаю, найти пустую переговорку, туда забуриться, там, что-нибудь, это самое. Да, она, кстати, вот это вот очень-очень, очень обсудить. Вот, потому что, опять же, на хайлоде, там, куча переговорок были просто забиты под митапы, там, и все прочее, там, да, в принципе, и здесь на Reddit, там, было, я в чатики пару раз видел, когда, там, митап по софтскиллам, и еще почему-то, то есть, там, при переговорке, ну, то есть, метров на 12, то есть, там, набивает людей очень немедленно, вот, и вообще, по-хорошему, это нужно было делать не митапом, а докладом, и на хороший зал, вот, то есть, поэтому... Ну, на такие залечки, вообще, тут эти митапы, они как-то достаточно странные, маленькие залечки. Ну, бывают и маленькие митапы, у маленьких митапов. Ну, да, бывает, бывает, приходит митапер и сидит, сам себе митап проводит. Так, ты тут же что понимаешь, это изначально, ну, специально сделано в маленьком помещении, чтобы, вот, все могли поговорить, договориться, как бы... Камерно. Камерно, да. То есть, принципиально на митапах нет записи, принципиально это, вот, маленькие такие комнаты, вот, и, скажем так, это, так понимаю, позиция оргов, вот, и, в принципе, я думаю, что, да, они достигают своей цели, но здесь, когда тема популярна, ну, как бы, ребят, ну, никуда не денешься, 20-30 человек набиваются, и дышать становится стремительно нечем. Да, ну, кстати, знаете, вот, я так чуть-чуть по залу побегал, посмотрел на докладах, очень, вот, видно хайповые темы, то есть, например, если вот заходить к девопсам, у девопсов вообще любой доклад практически, он забитый. Да. И вот, ну, я, конечно, старый бюзган, он периодически, как бы, слушаешь такой, знаешь, и так рассказывают, а вы, прикиньте, а можно делать нормально, если подумать головой? И ты так сидишь, думаешь, да ладно, а чё, так можно было, что ли? Это как бы не в укор девопсам, ну, просто, окей, девопсы молодые, относительно всех остальных. Ну, да, нет, ну, ну, собственно… Нет, после этой конференции прям хочется опять поставить себе Кубер, Докер и всё остальное, куда-нибудь его впихать. С подгрессом разберись сначала. С подгрессом. Он у меня и так стоит, у меня его так много, блин, штук 50 этих подгрессов. Нет, ну, здесь, кстати, в этот раз подгресса было как-то мало. То есть вот… Ну, всего там три или четыре доклада подгресса. На там самом, ну, на питерском ещё ладно, на московском большом хайлоде, вот, практически все доклады, это были Кубер, Пасгресс, Кубер, ещё Пасгресс, ещё Пасгресс. С Пасгрессом. Да, ещё немного… А, как засунуть, собственно, вот, как засунуть Пасгресс в Кубер, и почему это можно сделать, и вот… И зачем. Да, вот, и, то есть, больше половины, наверное, было так и иначе. А, ещё Крикхаус. Да, без Крикхауса тоже никак, и вот, собственно, Крикхаус, Кубер, Пасгря, и вот этот вот вал докладов просто, вот, и тоже, по-моему, который продолжается. Вот, это, к слову, хайповая тема. Да, кстати, а вы вот заметили какое-то такое направление? Ну, то есть, что на хайпе, что люди обсуждают? Кубер, Пасгресс. Я не был на Пасгрессовых докладах, а вот, из того, что на этой конференции было, обсуждали реально, ну, вот, как сделать нормально. То есть, ой, у нас тут восемнадцать петабайт логов, как бы, нам вот нужно что-то с этим сделать, мы это, там, грепать не успеваем. А, ребята, оказывается, что если логи засунуть в Prometheus, вот это вот вообще перестать писать, там, вот это вот, из этого сделать метрики, а вот здесь вот засунуть в ластик, там, в кавку или куда-нибудь, еще это, а здесь еще сайты включить, внезапно у тебя не надо, там, хранилку под дикое количество логов, и внезапно у тебя, как бы, и меньше становится. Меньше и удобней. То есть, казалось бы, знаешь, казалось бы, ну, чувак, как бы, ничего нового не открыл, да, но вот, там, прям, обсуждение было бурное. Ну, это все-таки следствие того, что сейчас вокруг очень много технологий, их слишком много. Да. Вот реально, если зайти на любой девопсерский доклад, и там, когда доходит до обсуждения стека, вот, на уровне, мы используем, и там смотришь, и на слайде, там, 20 строчек, чего там они используют, для каждого чихо свой фреймворк, своя тула, еще чего-то. Они уже не строчки, они уже просто в апротипчике, короче, ставят. Ну, да-да-да-да. Наш стек, ух, здесь там, вот, там, а ну, вот, тут у нас, вот, раз-два, тут кавка, тут... Нет, ну, ладно, кавка, когда вот уже смотришь, и периодически просто половину слов не знаешь, потом подходишь, спрашиваешь, и что такое? А до тебя, как бы, я ожидаю, что на тебя посмотрят, как на идиот, а на тебя уже смотрят так, ну, понимают, что, ну, чувак, это уже нормально. Это уже норма, да. Это стутысячная библиотека для Python, ее буквально месяц назад написали, но вроде она окно для нас, поэтому мы ее у нас... У нас еще, короче, есть суперсвежий JS-ный фреймворк, вот. Да-да-да-да-да-да, и вот это все. Так что, ребята, хотите быть в теме умных слов, хотите по конференциям, это реально полезно и весело. Да, иногда, да, иногда можно, кстати, умные всякие слова. Потом приходишь к тебе в компанию, начинаешь так рассказывать, ну, типа, я же знаю, я вот... Кубернеты смотреть. Кавка говорить. Да-да-да. Кавка грифневая? Грифневая, да. Ну что, тогда в завершении, значит, что, всем советуем? Как всем? Короткого пинга или какого-то? Длинного пинга. Длинного пинга, ходить на конференции, это реально клево. И главное, нетворкаться, общаться. Да-да-да, на конференциях доклада, это, конечно, хорошо, но главное, это нетворкинг, поэтому надо, во-первых, обязательно ходить на вечеринку, если конференцию устраивать, вечеринку. Даже если ты не пьешь. Даже если ты не пьешь, да. Сиди петься, над тобой похихикают две минуты, и ладно. Зато ты познакомишься с совершенно обалденными людьми, потому что там совершенно нормальная тема, когда, я не знаю, вы сидите за столиком, у вас пустой стул, к вам подсаживается какое-то совершенно левое тело, с вами здоровается, через пять минут вы начинаете обсуждать интересные темы. Причем, я не знаю, ты там сетевик, рядом с тобой сидит тестер напротив, разработчик там на каком-нибудь джейсе, а это вообще перешел диод. У вас все равно будет что обсудить, это очень классно. Мы вчера очень продуктивно обсуждали с Темой Гавриченковым из Куратора, разработчиком Сфинкса, и ребятами из Авито прям вот очень душевно поговорили, вот прям очень хорошо получилось, несмотря на то, что вроде бы опять же все о разном, кто разраб, кто сетевик и так далее, вот, и действительно получилось прям вообще здорово. Да. Ну что, тогда на этой печальной ноте сегодня уже вроде бы не наливают. Да. Сегодня все сворачиваются, разъезжаются кто куда. Ну вот да, я сейчас тоже поеду на Сапсан вместе с Ромой. А мы поедем завтра на самолет. Рома не поедет на Сапсан, но Рома поедет в ту же сторону. Ну вот это. Все тогда, всем спасибо. Всем спасибо, пока. 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 Пока.